Шпроты. Консервы шпроты. В народе шпротами традиционно называют рыбные консервы типа братская могила, обладающие потрясающим запахом и вкусом, который многие оценивают даже выше вкуса сухой копченой рыбы. В то же время с научной точки зрения шпроты, это один из многих видов мелких морских рыб, которые подходят и используются для консервирования. И как бы это странно не звучало, но в банке шпрот совсем не обязательно будут именно они. Из чего делают шпроты? Сразу успокоим тех, кто испугался за свое здоровье. Страшной химии различных и добавок в составе шпрот практически никогда нет. Консервы всегда изготавливают из натуральной свежей рыбы с добавлением растительного масла, соли и специй. А вот к видовой принадлежности помещаемые в банку рыбы производители обычно не слишком привередливы, главное, чтобы размеры подходили и рыба помещалась в жестяную емкость полностью. Только в этом случае в консервы можно будет по прав назвать шпротами. Неудивительно, что под видом шпрот в банках часто попадается анчоус, килька, салака и даже мелкая сельдь. С чисто диетической точки зрения ничего плохого в замене шпрот другой мелкой морской рыбой нет. По своей питательности и полезности другие виды рыбы практически не отличаются от шпрот, а в чем-то даже превосходят. Обитают шпроты и в Черном море, и потому консервам, произведенным в черноморских регионах, вполне можно доверять. А вот консервы шпрот из Каспийского моря почти всегда являются килькой. Более того, самим производителям чаще всего невыгодно подменять один вид рыбы другим, и потому в большинстве случаев название консервы соответствует ее начинке. По крайней мере, в последние годы регулирования производства рыбных консервов было ужесточено, и потому в банке с отечественными шпротами почти наверняка будут именно они. Технология производства шпрот Консервы шпроты готовятся очень просто. Мелкую рыбу промывают в пресной воде. Отделяют головы. Коптят в специальных агрегатах на дыму. Укладывают в банки. Заливают маслом со специями. Закрывают. Зачастую весь этот процесс приготовления шпрот происходит на судне в открытом море, поскольку транспортировка улова к берегу – достаточно длительный и дорогостоящий процесс, чреватый порчей самой рыбы. В нашей стране копчение. На дыму почти полностью было заменено добавкой в масло под названием жидкий дым. Этот состав придает рыбе тот же вкус, который она приобретает при обычном копчении, но предотвращает образование в ней бензопирина, ароматического углеводорода, обладающего канцерогенными свойствами. Сам по себе жидкий дым – это конденсат простого кострового дыма, из которого удалены опасные для человека вещества. Бояться такой добавки не стоит. Она безвредна и вполне натуральна, поскольку производится без использования синтетических компонентов. В Западной Европе рыбу для приготовления шпрот по старинке коптят на огне. Норма содержания бензопирина, установленная европейскими странами для консервов, в пять раз выше, чем в России, и потому балтийский шпрот сегодня на российский рынок не поставляется. Для потребителя это хорошо. Консервы шпроты, отвечающие жестким требованиям, значительно более полезны. Польза и вред шпрот Свойства шпрот в виде копченых консервов позволяют рассматривать их, если не как основу, то как минимум, как важную часть рациона. Например, В состав любой мелкой морской пелагической, жирной, рыбы входят все незаменимые для человека аминокислоты. Это значит, что шпротами можно на любой период времени заменить все мясные продукты в рационе. Состав шпрот богат витаминами А, Д, витаминами группы В, витаминами И. Учитывая то, что при приготовлении они практически не подвергаются термической обработке, этот комплекс сохраняется в составе практически в неизменном виде. Шпроты калорийны. Рыба сама по себе содержит большое количество жира, а вместе с маслом она является очень ценным источником энергии. Но с другой стороны, людям с избыточным весом это может и навредить. Калорийность шпрот составляет 363 ккал на 100 граммов. Обилие пуриновых оснований в самой копченой рыбе является противопоказанием к употреблению ее людьми, страдающими под агрой. Шпроты могут содержать бензопирин. По крайней мере, производимые в Европе содержат его в больших количествах, чем отечественные. А сам бензопирин – один из онкологических агентов. Поэтому если уж и выбирать шпроты, то только отечественные. Важно учитывать, что по вкусу шпроты лучше всего сочетаются с жареной картошкой, различными жирными рагу и хлебом. Такие сочетания уж точно не являются диетическими, и потому в обычном для большинства потребителей виде они являются скорее вредными, хоть и не из-за своих свойств, но из-за неправильной культуры их употребления. А вот для тех, кто ест консервы правильно, шпроты – это всегда потрясающий запах и вкус, настоящее украшение стола. Неудивительно, что они успели стать настоящим традиционным блюдом на застольях. А благодаря их доступной цене, свои полезные свойства шпроты могут подарить кому угодно.